У вас есть талант заставить себя слушать? Талант тут ни при чем. Все дело подготовки и решительности. В юности Элеонора Рузвельт была совсем другой, тихой и скромной. Из-за необычной внешности чувствовала себя гадким утенком. К тому же отношения с матерью у нее были непростыми. Она ее отправила в монастырь. Там за какую-то невинную шалость, за невинную ложь ее из монастыря выставили. И мать ее потом наказывала за малейший проступок. Мать умерла от дифтерии, когда Элеоноре исполнилось 8. Потом не стала отца и младшего брата. Воспитанием девочки занялась бабушка. Элеонора получила блестящее по тем временам образование в высшей женской школе в Лондоне. В 21 год она вышла замуж за своего шестиюродного брата Франклина Рузвельта. Это была семья влиятельная. Достаточно и одно крыло, которое принадлежало Элеоноре, и другое крыло, которому принадлежал Франклин Элеонор Рузвельт, достаточно богатое. Она в качестве приданного, несмотря на то, что была сиротой, получила, например, 100 тысяч долларов. К тому же к алтарю Элеонору вел президент. Этот пост тогда занимал ее родной дядя Теодор Рузвельт. Первые годы брака были счастливыми. Семья быстро росла. Вскоре у Рузвельтов уже было шестеро детей. Франклин заинтересовался политикой, но в отличие от своих родственников, примкнул не к республиканцам, а к демократам. Жена во всем его поддерживала и была первой, кому он читал тексты своих выступлений. Она говорила будущему президенту, если речь пойму я, ее поймет кто угодно. Счастливая жизнь кончилась в одночасье, когда Элеонора узнала об измене мужа. Роман с Люси Мерсер, которая была секретарем Элеоноры, говорят, знавшие ее люди, женщина ослепительной красоты. Ей было 22 года, она была моложе. Намного Франклина дала на результате, едва не привел к разводу. Франклин понимал, что развод поставит крест на его политической карьере и хотел сохранить семью. Элеонора согласилась, но простить его так и не смогла. Дети называли их отношения вооруженным перемирием. По-настоящему близки они уже не были, а на многочисленные увлечения мужа Элеонора научилась закрывать глаза. Мой муж живет ради восхищенных глаз молоденьких женщин. Давайте сменим тему, хорошо? Только не говори, что ты смущен. Через несколько лет Франклин заболел полиомелитом и оказался в инвалидном кресле. Он был уверен, о карьере можно забыть. Но Элеонора уговорила мужа не уходить из политики и пообещала быть его глазами, ушами и ногами. При ее поддержке Рузвельт стал губернатором штата Нью-Йорк. В годы Великой депрессии он прославился своими экономическими преобразованиями, помогал безработным и с легкостью одержал победу на президентских выборах. Став первой леди, Элеонора не превратилась в тень своего мужа. Она боролась за права женщины, настаивала, что зарплата у них должна быть не ниже, чем у мужчин. Раз в неделю проводила пресс-конференции для журналисток. Выступала по радио, писала о социальных проблемах в газетах и журналах. Ежедневные статьи «Мой день» публиковали 90 газет Соединенных Штатов Америки. Причем даже тех газет, которые были против политики Рузвельта. В 1941 году первая леди стала заместителем министра обороны. Она инспектировала американские войска Великобритании, побывала в Австралии и Новой Зеландии. Поездка оказалась настолько выматывающей, что Элеонора похудела на 14 килограммов. Но продолжала работать. Неожиданная смерть мужа в 1945 году стала для нее ударом. Она вышла к журналистам со словами «История окончена». Но Элеонора ошибалась. В ее жизни началась новая глава. Президент США Гарри Трумэн назначил миссис Рузвельт делегатом в ООН. И она возглавила комиссию по правам человека. Она сыграла главную, можно сказать, решающую роль в составлении всеобщей декларации прав человека. То есть, благодаря Элеоноре Рузвельт удалось завершить рассмотрение декларации и прийти к единой позиции. Несмотря на различия во мнениях. Элеонора Рузвельт добилась принятия декларации, текст которой был понятен каждому. Она заслужила любовь и уважение всех, от простых американцев до обитателей Белого дома. Джон Кеннеди считал ее одной из величайших женщин в американской истории. А Гарри Трумэн называл Элеонору Рузвельт первой леди всего мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова